МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенью во время миграции копытные все чаще выбегают на дорогу. Сегодня узнаем, как избежать столкновения с животным и что делать, если оно все же произошло. Как отмечают в ГАИ, в конце ноября количество ДТП с участием копытных возрастает. Чаще всего зверя можно встретить в густых лесах. Дикие животные проявляют наибольшую активность в темное время суток. Именно в эти периоды они питаются и переходят от места кормежки к месту отдыха. Во время гона дикие копытные животные также активны после захода солнца и в ранние рассветные часы. Водителям стоит быть особенно внимательным в период сумерек, ночное и утреннее время, особенно в зоне действия дорожных знаков дикие животные. Данные знаки устанавливаются на участках дорог, где зафиксировано наибольшее количество ДТП с дикими животными. Кроме того, нужно всегда помнить, что днем также имеется вероятность встретить зверя на проезжей части. За 9 месяцев текущего года на территории Минской области с участием диких животных произошло 17 ДТП, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель, двигаясь вдоль леса, всегда должен быть осторожным за рулем, а въехав в зону действия предупреждающего дорожного знака дикие животные, обязан следить за безопасной скоростью движения. Увидев вблизи дороги животные, необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Цель установки знака дикие животные – предупредить водителя о возможной опасности. Водитель, который на предупреждение не отреагировал и выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил ДТП в виде наезда на дикое животное, будет привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники органов внутренних дел уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия, как при обычном ДТП. Включить аварийную сигнализацию, выставить соответствующий знак, оставлять место ДТП запрещено. В соответствии с правилами ведения охотничьего хозяйства, в случае обнаружения на территории охотничьих угодий или на территории не входящих в фонд охотничьих угодий, раненых, травмированных, больных или погибших диких животных, запрещается самовольно добывать, разделывать, перемещать, транспортировать их туши или части туш, а также использовать их продукцию. Кроме того, ни в коем случае не следует приближаться к травмированному дикому животному. Тем более, если речь идет о таких крупных копытных, как лось или благородный олень. Такое животное может причинить серьезные травмы оказавшемуся рядом человеку. Будьте бдительны за рулем, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова